Привет! В этом видео покажу штемпельные монеты 1 гривна, которые вот только сегодня приобрел. Сейчас дальше покажу у кого я их приобрел, покажу как я храню свои монеты 1 гривневые. У меня вот есть такой замечательный альбом, в который я собираю монеты в штемпельном блеске 1 гривна. Есть монеты, которые у меня с патиной, но настолько мне нравятся, настолько они хорошие, они были куплены у коллекционера, не были в обороте, что я себе их положил прямо в альбом. И одну из них я достану, покажу, какое штемпельное состояние у монет у меня непосредственно в альбоме. Вот так вот они у меня выглядят, только штемпельные монетки я складываю. Вот они, смотрите, какие красивенькие. У нас лайв-влог, я давно не снимал, я тут Миша. Миша, привет! Привет! Мы сейчас встретились в центре города в Харькове, вот площадь наша. И я у него приобрету себе монетку гривну 96-го года, сейчас чуть-чуть дальше покажу. Мы сейчас проходим центр, это, кстати, гостиница Харьков, довольно такая стильная и новомодная. И вот наш центр, а здесь был памятник Ленину, которого уже нет. Интересно, что здесь городские власти построят. Были варианты проектов Макдональдса в центре города. Ну вот, пока вместе вообще ничего не решили, что здесь будет. Очень интересно, чтобы что-то прикольное появилось. И один из университетов харьковских, как раз, очень известный. Сейчас достанем гривну 96-го, посмотрим, что тут есть, из чего выбрать. У тебя сколько осталось вообще в наличии их? Или уже забронировали? 7 штук. 7 штук осталось. 6, 1 забронировали. Ага. Так, ну вот такой вот тут немножко. Расскажи подписчикам вообще, как отличать штемпельный блеск от не штемпельного, от полировки. Очень просто штемпельный блеск имеет лучик. Если вы монеты верите под ярким источником света, под разными углами, тут появляется лучик. У нас здесь дневной свет, поэтому здесь мы очень ярко. Сколько ты себя альбомов таких откладываешь? Или одного достаточно? Да, кстати, ничего. А по коллекционеру, кстати, наборы коллекционера для обиходки украинской сейчас, там их нет в выпуске. И старые все поразбирали. На самом деле, я думаю, они готовят новый формат, потому что у нас же выходит, а вышло 1-2 гривны, 5 и 10 выйдут. Скорее всего, они готовят набор для того, чтобы нормально его скомпоновать. Скорее всего, будет так. Так что, ребята, как только сделаете, пишите. Миша, я готов сделать обзор. Думаю, я тоже готов сделать обзор. Присылайте свои альбомы. Мы с радостью покажем, как это все будет выглядеть. Что такое штемпельный блеск? Вот наверняка вы видели, попадалось вам на сдачу или где-то вы могли приобрести монету 60 лет. Да, освобождение от фашистских захватчиков. Но она здесь в ярчайшем штемпельном блеске. Монетка из ролла. Вот такая монета действительно приятная. 2004 год. И монета просто шикарная. Шикарная. Видите, насколько гуляет луч. Также монеты могут быть не только конкретно эти. Могут быть 2001 года. Я находил эту монету в мешке. Не знаю, сколько видно, чтобы не отсвечивал лампа. Но данная конкретная монета была также мешковой и замечательно просто сохранилась. Я, кстати, буду скоро мешок разбирать. Посмотрю, сколько мне попадется от таких монет 1 гривна. Это 2001 год. 2004 год просто с Владимиром. Гляньте, какое потрясающее состояние. И она не мыта, а просто-просто-напросто это штемпельная монета. Давайте попробую сейчас капсулу. И посмотрим, как она без капсулы. Насколько возможно посмотреть. Вот. Это штемпельный сохран. Хорошее состояние. 2004 год. Я, кстати, видите, хранил в таких вот капсулах. Они, конечно, не суперкрутые. Купить можно их и на аукционах, и в Китае. Вот такие вот уплотители к ним идут. И вот такая коробочка с огромным количеством капсул. И можно было спокойно укладывать эти монеты 1 гривна. Ну, давайте покажу, что же я сегодня приобрел. Мои монеты, которые у меня давно были, которые лежат, это 1996 год с легкой патиной, но с остатками штемпельного блеска. Я себе их храню. Они мне очень нравятся. И они были куплены у коллекционера. Они не были в обороте. Это можно увидеть, я дальше в видео покажу. А что я купил сегодня? Это вот 1996 год. Они выглядят, как будто бы их реально натирали пастой Гоя. Но на самом деле данные монеты очень в хорошем состоянии. То есть виден ярчайший блеск. Это одна монетка. Я две монетки взял себе. Кстати, ссылочку, у кого я взял, я оставлю в описании. Миша, вот такие ярчайшие монеты в штемпельном блеске просто просятся в коллекцию. Невероятно. Ну что, как вам, а? Кстати, я храню вот эти монеты. Да, я их размещаю. Вот такие капсулы. И вот такие есть замечательные листы, в которые абсолютно хорошо ложатся данные монетки в капсулах. И шикарно, шикарно можно их размещать. Вот у меня 25 копеечники, английский чекан, 95 год, 2008, 2011 наборные. И вот в такой вот замечательной листе их можно и поставить. И на стенд у себя очень-очень красиво они будут расположены у вас дома. Вот такие. Ну, конечно, можно еще вот в таких замечательных альбомах. Уже показывал на своем канале и говорил, что действительно сделано с любовью, сделано действительно с душой. Вот такой вот альбом, там где легко размещаются монеты. Он недорогой, доступный, красивый. Еще размещена здесь моя любимая гривна киевского типа. Очень потрясающе. Кстати, есть такой от НБУ. Копия гривны киевского типа. Серебро стоит недорого по сравнению с оригинальной такой монетой, которая может стоить больше тысячи долларов оригинальная. Обязательно тоже себе положите в коллекцию, если вам тема эта нравится, тема украинской и нумизматики. Вот. Друзья, ну что ж, спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь им с друзьями, если хотите. И до новых встреч. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok